Жильцы столичного ЖК несколько месяцев живут без света и буквально тонут в воде. Компания, обслуживающая дом, не оправдала надежд собственников квартир. Жильцы решили создать ОСИ. Чем удобна новая форма управления, расскажут наши корреспонденты. Вот так выглядит технический этаж одной из столичных многоэтажек на проспекте Богенбай-Батыра. Прямо под электрощитовой образовалась полноценная река. Кажется, что искра и жилой комплекс свечки вспыхнет, печально оправдав свое название. Если вода из насквозь прогнивших труп еще не полностью залила подвал, то чаша терпения жильцов уж точно переполнена. Ежемесячно я оплачиваю в КСК, но КСК не работает. И спрашивается, куда все эти деньги деваются, если мы самостоятельно, жильцы дома, собираем собственный сбор себе, закупаем на эталоне трубы и сами самостоятельно их меняем, устраняем. Просто уже устали жить. Устали, что у нас по 4 дня, по 5 дней не бывает воды. Мы приписали за октябрь месяц, приписала она нам задолженность, которой их нет. По стене технического этажа далые воды, все бегут мне по стене вниз, причем топя еще 3-4 квартиры подо мной. Лариса Лобова живет на 25 этаже. В ее квартиру прямо с крыши стекает вода, превращая натяжные потолки в бесформенную опухоль. По словам жильцов, капитальный ремонт дома не проводился 20 лет. Представители Акимата предлагают два пути решения. Жители два варианта. Либо они собирают деньги и делают ремонт, либо они по этой программе участвуют. То есть государство им на основании решения их же собрания протокол дает средства, потом они возвращают в течение определенного срока. Обслуживающая компания от свечек отказалась. По словам бывшего председателя, разрушенный дом с проблемными жильцами перешел под их опеку осенью прошлого года. Но за эти 6 месяцев договориться с жильцами так и не получилось. Придут, оскорбляют, унижают. Сотрудников моих унижали. Они туда даже идти не хотели. Сотрудники не хотели туда идти, на этот дом. Просто такое хамское отношение к людям, поэтому мы ушли. Сейчас жители проблемной свечки собирают необходимые документы для создания объединения собственников имущества, сокращенно ОСИ. Так люди смогут самостоятельно управлять своим домом. Что здесь необходимо также упомянуть, что очень важно, что все собственники, они включаются в управление своим собственным домом. Они принимают решение о расходовании финансовых средств, которые собираются с этого дома. И эти средства могут быть израсходованы только на непосредственно этот дом. Председатель и члены Совета ОСИ избираются только из числа жильцов дома. Благодаря этому собственники смогут сами решать, на какие нужды тратить свои финансы.